Чудо техники Я даже нормальных фоток его не видел Только пару видосиков в интернете снять автомобилу Но знаете что? Интуиция не подвела Как выяснилось, весь этот путь мы проехали совершенно недаром За прекрасным всегда скрывается какая-то трагедия Примерно так писал когда-то Оскар Уайльд И согласитесь, глядя на эту машину Вы понимаете, что он был прав Но скорее всего не можете объяснить почему В одной очень классной книге про авиацию Я прочел мысль, которая мне запомнилась Любая технология, будь то та же самая авиация, автомобиль или что-то еще Делится на три этапа На первом никто не знает ничего Это время энтузиастов Они открывают новые земли Они добывают знания, прежде неведомые никому Их конструкции несовершенны Иногда просто смешны Но они хоть как-то работают И они открывают людям новое Потом на их место приходят инженеры Потому что первый рубеж, так сказать, уже завоеван И дальше нужна работа профессионалов Когда у руля инженера происходит колоссальный технический скачок Технология развивается ввысь, ввысь, ввысь И упирается в потолок, когда выжать из нее больше уже нельзя И вот тут инженеров сменяют менеджеры Потому что сделать эту вещь принципиально лучше невозможно Но ее можно по-разному продать Положить в три разные упаковки Две дешевле, а третье бесплатно Вот это вот все Понимаете к чему я, правда? Вы понимаете откуда эта тоска? Потому что глядя на эту машину Ты думаешь, мог ли ее сделать менеджер? Разумеется нет Инженер, пожалуй, тоже нет Это работа энтузиаста Это работа первопроходца что ли Да, разумеется, машина построена в наши дни Но в ней живет романтический дух первооткрывателей Тех парней, которые десятки лет назад Приезжали на высохшие соляные озера Чтобы установить абсолютный рекорд скорости В этом фишка этой машины В этом ее крутость В этом ее честность В этом весь ее кайф Истоки хот-родинга принято искать в первой половине 20 века Вспоминают дорогие машины, переделанные специально для кинозвезд, бизнесменов или музыкантов Кастом, мол Но это другое Иногда вспоминают более лихих парней Таких, как Джо Никрент Который в 23-м году разогнал свой Бьюик до 108 миль в час на озере Бьюрок Да, это больше 170 по привычному нам спидометру Это часть истории рекордных заездов Но еще не хот-родинг Автомобили были слишком дороги Цены сами по себе К ним нельзя было относиться как к материалу А вот в 40-х годах понеслось веселье Повальное увлечение гонками на четверть мили Переделка моральной и физически устаревших довоенных тачек Все это стало основой новой культуры Разумеется, в части были купе и кабриолеты Но постепенно в ход пошли и другие типы кузова История сберегла для нас изображение хот-рода, построенного в 51-м году Джимом Хиллом Формально он числится грузовичком Dodge 21-го года выпуска Но фактически в нем были использованы детали 13 разных автомобилей и одного самолета Многие поняли, что пикап это не менее круто, чем легкая двудверка Мы с вами часто говорим о канонах, о правилах, о том, надо им следовать, стоит ли их нарушать Если да, то в каких случаях этой темы сейчас касаться не надо вообще Потому что перед вами хот-родерский фэн-шуй Прямо такие воплощения нирвана хот-родинга Здесь все как-то очень правильно, буквально от самого переднего габарита машины Посмотрите, как колеса установлены Они как бы обгоняют автомобиль Передняя точка машины, это как раз покрышки Понимаете, этот момент напоминает нам о том, что вообще-то хот-род изначально штуковина гоночная Причем для гонок по прямой, чем длиннее колесная база, тем устойчивее машина Соответственно, оси пытались раздвинуть В данном случае это, конечно, дань стилю, тем не менее Движемся дальше и видим переднюю балку фордовскую Такую классическую, хот-родерскую, опять же Ее заказали из Америки вместе с передними рычагами, между прочим Вообще здесь очень много элементов, купленных по интернету Ну потому что хотелось добиться максимальной аутентичности И она здесь достигнута Следующий момент, опять же, впереди Поперечная рессора На всякий случай уточню, что это такая фишка, которая была на самых первых фордах На фордах первых поколений, скажем так И вот эта поперечная рессора, она не то чтобы хороша, но она очень правильна Здесь она есть, хотя и амортизаторы тоже установлены Решетку такую вот нарядную тоже заказали Я понимаю и фары Дальше интересно, потому что, смотрите, самый яркий элемент у нас Это рама красного цвета Вот она самодельная полностью То есть не стали, как я понимаю, брать что-то за основу А просто взяли ее и сделали, чтобы она была именно такой, какой нужно А рама нужна специфическая, потому что, гляньте на нюансы Вал рулевой колонки, рулевой вал проходит сквозь нее Вот отверстия специально под него сделаны Двигатель Тут Ford, разумеется, V8 Эдельброковский впуск, прямоток Ну, в общем, все как надо Понимаете, тут даже нет особенного смысла говорить о мощности Потому что ее достаточно Это V8, машина так или иначе довольно легкая С этим все хорошо Ну и немного технических деталей Двигатель 5-литровый V8 от Линкольна 1985 года В стоке выдавал 150 лошадок С доработанным впуском и выпуском, вероятно, больше Но точная цифра неизвестна даже создателю машины Коробка – фордовский четырехступенчатый автомат AOD Кабина от ZIL, сильно модернизированная Автор рассказывает, что потребовалась одна кабина Куча листового металла и огромный запас терпения С рамой, в общем, тоже терпение не было лишним Она собственной конструкции сварена из стального профиля Чтобы сделать ее правильно, нужно было совершить три попытки Только с третьего раза все удалось Единственный заимствованный элемент – чашки задней подвески от Ford Caprice От Caprice же задние рычаги и мост Кузов полностью самодельный На все про все ушло три года работы и порядочное количество денег Посмотрите, как сделано Каждое крепление, каждая деталька – все прокрашено, все соединено Ну, безупречно или близко к тому Шнуров минимум, только система зажигания Видны все вот эти, знаете, тонкости управления дроссельной заслонкой Вообще фишка хот-рода в том, что в нем нет абсолютно ничего лишнего Не должно быть В нем только двигатель, руль, кресло – все Вот, то есть, чем он аскетичнее, тем он круче Вот в данном случае все сделано, ну, повторюсь, по фэн-шую Прямоток такой тоже, знаете, по хардкору, просто трубки и все Теперь немножечко о задней части Вообще, хот-роды, сделанные в форм-факторе пикапов Именно в форм-факторе Они, разумеется, теряют практическое применение Они не для этого Здесь то же самое То есть, формально кузов, вот, усланный ламинатом или чем-то в этом духе В нем, наверное, даже что-то можно перевести, если очень сильно захотеть Ну, надо ли По большому счету, он скрывает от нас Да, вероятно О, открыл Вот эта петелька, которую нужно бы оставлять всегда снаружи Смотрите, опять же, у нас тут самодельная рама Мост, опять же, все вот четко так, как должно быть Там рычаги, здесь рычаги И посмотрите, бак, по-моему, газелевский, что ли В чем крутость? Не в газовых упорах, которые делают приятное обращение с крышкой Хотя и в них тоже А в том, что даже ты заглядываешь, казалось бы, с технической стороны смоточную машину И она, опять же, чистенькая и близка к идеалу Вот в данном случае это даже не просто хот-род Это, в принципе, наверное, хрестоматийный пример того, как такие машины вообще нужно делать Вот это в этой тачке однозначно подкупает Вообще, я сперва думал, что эту машину к нам привезли Может, из Европы или даже, скорее, из Америки Нет, это построили в России И построили очень круто Российское происхождение этой машины выдает кабина Смотрите на ней, что-то такое неволовимо газовское чувствуете Ну или даже уловимо Очень круто, что здесь разделенное переднее стекло Это, кажется, 51-я модель Но не в модели дело, а вот как раз в том, что стекла не плоские То есть, в принципе, чем старше исходник, тем лучше То есть, вообще, самый такой, знаете, не то чтобы правильный Правильного не бывает Но каноничный хот-род, он должен быть построен из машины Сделанной где-нибудь в 30-х годах Ну, в каком-то вообще, в идеале, в 20-х И вот эта кабина и такой форм-фактор стекла Они отсылают примерно в ту эпоху Так что, в общем, исходник выбран правильно Хотя, на самом деле, не все так просто Потому что эту кабину, как рассказывают, собрали Из кучи разных элементов Подбирали один к другому Ну, чтобы получилось круто И круто, черт возьми, получилось Вот, будь моя воля, конечно, на дисках были бы красные элементы Если бы моя воля как-то с деньгами бы еще увязывалась То диски были бы спецованы и красные И white wall, да-да-да-да-да Кстати, задние покрышки откуда-то из наших широт взяты А передние, опять же, заказаны Видите, какой рисунок протектора Все по классике, все по традиции Такая вот блестящая надпись Ford у нас тут присутствует Это, конечно, не столько Ford, сколько самоделка Но Hot Rod этот бренд украшает, как ни крути Светотехника, опять же, очень приятно подобрана Понятно, что это купили, поставили Но, понимаете, все очень правильно Очень со знанием дела Очень со вкусом здесь установлено Вот в этом главная фишка этой штуковины Знаете, что меня еще радует? Тот факт, что у меня есть вот это Ключки Память внутрь Частенько наши создатели Hot Rod Палятся именно на интерьере Потому что, если внешность так или иначе каноном описана То с салоном-то посложнее Тем не менее Вот садимся мы сюда и понимаем сразу несколько вещей Во-первых, олдскульный стиль Потому что, смотрите, какая классная ручка Ручка на двери дермантином обшитая То есть, по олдскулу все И, опять же, напоминание о том Что такого рода Hot Rod Это, как бы, задумывается Как гоночная машина, да? Для дрэга Поэтому у нас здесь такие металлические накладки Приборы от старого американца Лампочки Ну, руль из цепи Это такое, знаете, общее место Диван монолитный Кстати, опять же, отсылка к американским фишечкам Момент любопытный Машина низкая Машина, как бы, компактная При этом запас пространства над головой более чем солидный То есть, иногда бывает так Что, когда делают чоп-крыши Ты садишься и подпираешь головой потолок Здесь ты ничего не подпираешь Мне вообще места хватает И удобно, и кайфово Но все-таки Ключики Вот у нас Скважина для него Поворачиваем Лампочка красная загорелась Ну и момент истины Сейчас попробуем пробудить этого зверя Такая глубоко правильная фишка Потому что, когда жмешь на газ Машину поворачивает на бок Крутящий момент от V8 Понимаете? Кайф! Я даже еще не тронулся А уже кайф Но я, пожалуй, прокачусь С железной нежностью хмелеет голова Это строчка Мандельштама, по-моему Но такое ощущение, что он написал ее именно о ход родах Потому что, ну, реально пьянячие чувства Ты сюда садишься и Тебя буквально вот сразу накрывает, что называется Потому что даже не так важно Быстро ты едешь или медленно Здесь есть главное Хух Очень такая адреналиновая штуковина Естественно, тут слышно многое Мотор слышно Вообще свирепо Лучше, чем меня Я думаю Ну так в этом фишка Вообще прикол ход родов, на мой взгляд Такой, знаете, своеобразной магии Потому что Все те вещи, которые в обычном автомобиле недостатки В волшебном пространстве ход рода Становятся достоинствами Шум, лязг, отсутствие кондея Вот, понимаете, нет Даже некоторая теснота Здесь все в кайф Здесь надо вот так С локтем высунутым наружу ехать Потому что машина к этому располагает Согласитесь Вот за это Низкочастотное бульканье Можно продать душу Дьяволу, на мой взгляд Хух Заглушим на минутку Вообще, когда сидишь тут Уже некоторое время Начинаешь замечать Всякие небольшие приколы То есть, скажем Ну, обзор Вот вперед все видно хорошо С задней частью пространства Назовем это так чуть сложнее Потому что Зеркала в данный момент Слегка подоткрутились Кстати, мотоциклетные походу И надо так их Изящно настраивать Лапкой на ходу Есть поворотники Здесь, между прочим Что для ход рода Вообще не самая типичная вещь Переключатель с надписью Сделано в СССР По-моему, что-то такое Крайне классическое У нас здесь присутствует Даже бардачок есть Но он такой, знаете Ход родерский Суровый бардачишка Ой Ай Вообще редко В наши времена Довуется сидеть в машине Где нет на самом деле Вообще ничего То есть Ни теперь и безопасности Ни подголовников Ни музыки Ни климата Вот Это как бы Единение с железом Которое мы забываем В этом пластмассовом мире Вот черт возьми В этом кайф В этом тоска Та самая Которая я говорил в начале Это прежде всего Потрясающее ощущение Тачка Понимаете Именно ощущение Она сделана Для ощущений Естественно Нет смысла Говорить о управляемости Потому что Эта история не о том А вот о старт-сместо Пожалуй Поговорим Вот Давай Выхлоп горячий Кстати говоря Вот у таких тачек Надо сказать Непростая судьба Обычно бывает в России Потому что их делают Как бы на подъеме Да А когда полотно завершено Художник частенько Теряет к нему интерес И вот машина остается Вот кстати Эту штуку Сейчас продают Стоит она Ну понятно Что подороже Чем обычный автомобиль Но на самом деле Не так дорого Как вот Навскидку Оценил бы ее я Если бы такая же Штуковина была в Москве На самом деле Если вдруг вот кому-то всерьез интересно Ну напишите мне Вконтакте Там Как бы Что называется Расскажу подробнее Но дальше о езде Слушайте нормально Она стартует Нормально Реб-то какой Адреналин По-моему Начинает сразу зашкаливать Эта машина сделана Круто Ну и специально Потому что Есть этот Ляз Рев Все это Ну знаете Такое показное Техническое несовершенство В данном случае Не Недостаток Вызванный Неумелостью Это не все Совершенно другое Это часть Художественного Замысла Худро должен быть Именно таким Как этот Понимаете Здесь Нет вот этого Очаровательного Несовершенства Что ли Здесь все Очень продумано Здесь Душа Таких машин Вот она Это душа Единственный Нюанс Что С тормозами Не все Просто Потому что Надо очень Сильно Давить на педаль Чтобы началось Ощутимое Замедление А вот Чтобы она Хорошенечко Рванула В общем-то Ничего Особенно Не требуется На газ Нажал И Вперед Честно Бывают Вопросы А удобно Ли ездить Таким Вот рулем Из Цепи А удобно Ли то Удобно Ли это Понимаешь Всегда Хочется Сказать Дружочек Если Тебе Удобно Значит Ты сел Не в Хот-Рот А Наверное В Ниссан Кашкай По ошибке Тебя обманули То есть Хот-Рот Это не История Про удобно Понимаете Это История Как раз Про О погружении В полувековую Историю Гонок На соляных Озерах Это не должно Быть удобно Это должно Быть ярко Харизматично Это должно Запоминаться Должно дарить Такой Особый Спартанский Кайф Вот эта Машина Тому Яркая И подтверждение Иллюстрация Вон У меня Сзади Как раз Проехал Ниссан Кашкай В нем Наверняка Есть Кондиционер Стима Стабилизации Сигнализация И масса других Крутых штук Но как вы думаете Кто кому из нас В данный момент Завидует Вот она Ответ Еще одна Забавная Аномалия Что в ход Руди Очень хороший Обзор Во всяком случае Это касается Обзора Вперед Потому что Настолько Точно Видеть Габариты Машины Ни на одной Другой Разновидности Автомобилей Пожалуй Что и нельзя Здесь ты Абсолютно Точно Знаешь Где Находится Переднее Колесо Потому что Ты его Черт возьми Видишь Ну впрочем Хватит Пожалуй Давайте Последний Раз Этот Свирепый Звук Ух Так Ну все Жмем На Довольно Таким Ватный Честно Говорит Пугающий Тормоз Ключик В замке Давайте Последние Слова Вот в данном Случа Я с абсолютной Уверенностью Могу вам Сказать Что На этот Вы видели Настоящий Классический Правильно Сделанный Хот-рот Такой Какой Редко Когда Встрекишь И понимаете Был смысл Приехать В Волгоград Из Москвы Намотать Тысячу Километров Туда А потом Тысячу Обратно Потому что Это очень Крутая Штуковина Я проехал Тысячу Километров Чтобы Убедиться Что Это Действительно Очень Крутая Отлично Сделанная Правоклассная Штуковина Я Например Доволен Надеюсь Лайки Разумеется Перепосты Это вообще Штука полезная Ну и подписывайтесь На канал А у меня Все Счастливо Про машину Парни Все Теперь Послесловие Для тех Кто хочет Еще Посмотреть На меня Вопрос Вы видите Здесь номера А знаете Почему Потому что Их тут нет Поставить В России Нечто подобное На учет Это Колоссальная Проблема И зачастую Практически Нерешаемая Я не буду Ничего Говорить За данный Автомобиль Не знаю Потому что На самом деле Его создатель Сейчас вообще Не в России По-моему Это не важно Я хочу сказать В целом Я снимал Программу Кастомайзинг По-русски Кто-то из вас Мог видеть ее На мужском Кто-то на Автоплюсе Кто-то в интернете Я общался Со многими Десятками людей Которые Своими руками Строят Кастомбайки Хот-роды Или другие Подобные машины И у них У всех Одна и та же Проблема Своё творение Они могут зарегистрировать На этот счет Есть разные мнения Я скажу то Что важно Лично для меня Понимаете Какая штука Кто такой Кастомайзер В России Я имею в виду Не парней Студии Которые занимаются Этим профессионально А людей Которые построили Себе мотоцикл Например Несколько десятков Человек Которых я знаю Лично Дают Вполне Показательную Статистику Этот человек Как правило Старше 25-27 лет Может быть 30-40 Иногда 50 Этот человек Где-то работает И нормально Зарабатывает Как правило С собственными руками Это строительство Это авторемонт Тот же самый Это работа С металлом С металлоконструкциями С чем угодно Как правило Человек женат Как правило У него есть дети Как правило Это мужчина Который содержит Свою семью Работает И платит налоги А иногда еще И создает Собственные рабочие места Это тот класс Людей На которых Держится государство Не наше А любое государство И вот В свободное время Чтобы немного Скинуть себе Всю эту рутину Он что-то пилит В гараже И рано или поздно Выпиливает И тут он сталкивается С тем Что то Так есть же Законы Есть же правила Ты должен сделать то Ты должен сделать это Поехать в Нами Какое Нами Это колоссальная проблема Даже для людей Из городов Которые там В трехстах километрах От Москвы Фактически Зарегистрировать Самоделку В России Невозможно Это можно сделать Только теоретически Это дорогое удовольствие Доступное тем Для кого 200-300 косарей Лишних Плюс к цене проекта Это знаете Ну так Просто взял Да потратил Но таких людей Меньшинство Строительство автомобилей Мотоциклов Работа с техникой Это очень важная часть Жизни настоящего мужчины Я не фанат Советского Союза Не реваншист Ни в коем случае Но почему-то тогда Ну как-то понимали Что любительское увлечение Техникой Это очень клевая штука Это повышает Престиж инженерных профессий Это позволяет занять Молодежь в местах Где их занять Некому и нечем Это в конце концов Создает некий фундамент Для появления Каких-то новых идей Что ли Это в некотором роде Социальная программа Которую государство Получает бесплатно Потому что вокруг Любого самоделкина Образуется кружок Его там Почитателей Товарищей Любителей Ценителей Коллег в конце концов Это очень полезно Для общества Но государство По каким-то причинам Не дает Этим вот вещам Развиваться Расти И существовать сегодня Лично меня Это колоссально Расстраивает Я считаю Что регистрация самоделок Должна быть устроена иначе Не в том дело Что можно поставить на учет Любую рухлядь Ну нет Разумеется Конечно важна безопасность Конечно важно То-се Пятое и десятое Но эта процедура Должна быть доступна Парню из гаража В городе Я не знаю Городец под Нижним Или в любом другом Малюсеньком городе Он не должен быть миллионером Чтобы зарегистрировать То что он сам построил А у нас Как бы вот очень сильно не так Меня знаете Как любители подобных штуковин Это чертовски расстраивает Теперь точно Все На этом заканчиваю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова